Да, вторая партия ребят прошла меньше секунды с момента первой, и Олег играет черными, и Гамбит Хэлл... Нет. Ну, этот вариант слон Е2, но Олег неплохо с ним борется обычно. Да, вот с помощью слон Б4 и слон С5. Так, что... Видимо, какие-то анализы Олега. Иначе... Что происходит? Не, ну... Я сам просто играю этот вариант, я не очень понимаю, что происходит. Кунь-Д5 был ход, подождите. На БЦ кунь-Ц3. Это была упущенная возможность, отличная была у Олега. И в этом случае у него структура была просто лучше. Слушай, такой шлеп-шлеп идет. Да я не понимаю, что Олег делает. Ну, Д6, наверное, сыграет. Видимо, ему хочется в убор, но я не знаю, иначе трудно объяснить такую игру. Зачем так быстро-то? Д6, Д6 хочется. Что он делает? Видимо, Олег так обрадовался, что он сделал ничего, я не знаю, хотя бы идею, перерез был неизбентный. Зачем все сказать? Странная игра. Преимущество в основном, я не научусь, что это может все еще нормально. Почему так быстро? С таким контролем. У меня в этот момент, а после 14-го года уже было минуты 3 на часах. И ты бы там ныл, как я скучно и хреша. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, это же F5. F5, F5. Мне кажется, надо пойти с лорой в 5 и просто 3 наряда потом. И, кстати, очень даже неплохая позиция у человека. А нет, никакой жертва. А зачем? Сломать в 5 и 3 наряда. 2 наряда. Ну, 3 наряда и вперед. Бог же, Бог велел. Кому? Ну вот, зачем, Олег? Олег пошел в 2 наряду? Да. А зачем? Ты меня спрашиваешь. Это же уродливо. Нет, ну в смысле, а зачем он прокирует? Это все. Рекерни в 3. Так я не очень понимаю 5. Пойди аж 5. Да хорошо, может все еще нормально. И дай мат. Да нет, никого мата не было, просто там на король черный безопаснее. Там просто было бы 4 минуты фора. Там бы Владимир Михайловский думал бы минут 40 над смыслом этой партии. Над смыслом жизни. И над смыслом жизни. Не, ну теперь у белых, наверное, лучше. Ну и в 6 приходится играть. Ну да, ну это корява. Чересчур сильно. В 6, не знаю, там же надо за D4 следить, чтобы не проиграть сразу. D4, E4 его не пока держит. Не, ну что он делает, ну боже. Да, тут надо сдаться. Ну, сейчас же... Тут надо сдаться. Что? Абсолютно безнадежная. В общем, эта партия производится. Во-первых, очень слабая игра на с обеих сторон. И вообще производит странное впечатление. Это пойдет как самый короткий ролик в истории. Этого матча. Так пешку же все равно отдается. Посмотри на то, какие дрова у черных тут. Но не без одной, тем более. Какая, по-твоему, самая сильная пешка есть у черных? Вот мы можем это хотя бы обсудить. H7. H7. H7? H7. Может быть. Почему не пояснили? Ну, вот это D6, там все, белые все заносят просто. Тут особых уже усилий не нужно, чтобы по призыву выиграть. H4, H4 рамотно. Чтобы мата по последней не было никогда. Почему туда не H3? Да, это не важно. Ну, H4 мне больше нравится. Почему этот не пошел в Солнце-4? Да, почему? Солнце-4, вместо Солнце-5. Да потому что это не важно. Ну, пошел бы Вова там А3. Я вообще не обращал бы на это внимание. Пошел бы А3. На Солнце-4 я потянеет чуть-чуть, наверное, объективно, но... Ничего не меняет. Подоито слишком плохая. Смотри, что ты в квадратике. Я это за сквейншоте. Ха-ха-ха. Не, наверное, такая катастрофа. То есть, игра черных ватрибарки – это просто катастрофа. Да я бы Олега отвозил ходов в 17, если он так против меня играл. Если он так бы играл, то да, конечно. Почему бы вы сдались? Ну да, закономерная задача. Потому что я бы сдался раньше. Меня просто тошнит. Во-первых, покажи вот этот момент. Да, вот тут, вот тут. Почему он не побил на Д5, я не пойму? Тогда когда кунь Ц3. А если ЕД, то это просто выгодная структура для черных. Слон Е7, потом Д6, В5 или слон Б6 тоже можно. А если здесь? А, ну точно. Ну, Д6 и все, и черных получат. Ну ладно, давай дальше. Вот тут вот Олег, опять-таки странно. В общем, у них оба играли плохо. И вот тут вот 16-й ход, конечно, меня удивил. Чёрных. Почему, наверное, очень длинную сторону, не пойму. Это же вот так вот. Во-первых, учу... Во-первых, меня, меня, знаешь, что удивило, лично меня. Вот здесь, вот здесь, ну пойди ты, Ф5. У нас у нас 5 шахт, не боишься. Ну и что? Вперед. Другой, что? Да куда угодно. Ну, встал вот сюда. Ну, не знаю, это король плохой, всё-таки. Да нет, что, зато смотри, всё, идёт мат, мат, мат. Да, он идёт, Ф3, белые пойдут, и слон Ф2 берут. Вот движок сейчас скажет, что выиграют. Движок скажет, что у белых лучше сейчас, причём прилично. Да это Делф тупой, он ничего не понимает. Ну, только потому, что Делф, он такой маленький перевес пишет. Олег сыграл нормально. И после 3-0, по-моему, у него отрицет проще. 3-0 уже минус, смотри. Да нет, это тоже не минус, но эта позиция проще для игры. Чёрным, что ты играешь Ф6, потом Аш5, Аш4, коня на Ф4, там Ж4, ты просто играешь на мат. Белых такой простой игры на мат нет, потому что у них нет ни одной зацепки на ферзевом фланге. А тут, ну, я просто всё зевнул. Ну, это ужасно. То есть, надо было бы шнурять Ф6 вместо коня Ф4, и позиция была бы игровой. Солнце А4, первая линия. Я знал. Это всё изменило. Да, и, в общем, партия... Насколько первая партия получилась интересной, и, в общем-то, оба сперника выдавали плохие решения, правда, чередовались ошибки, и, насколько вторая партия получилась ужасной. Да, и возвращают зрители перевес в два... Точнее, интригу в матче. Было три очка, а теперь два очка перевеса. Ты проспойлерил. А, ты не проспойлерил, потому что будет уже выложен мой матч с Кириллом Рэйвэй, и я в нем выиграл. Всем спасибо за внимание. Да, всем спасибо.